В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. На улице производственной на парковке торгового центра вспыхнула Лада Калина. Очевидцы предположили, что причиной пожара стала неисправность газобаллонного оборудования. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Машина, что с ней случилось? Гори? Ничего. Видимо, проводили. А хозяин есть? Есть такси, она там в бутылке лежат, видимо, поди тушили. 20 апреля на улице производственной почти полностью сгорела Лада. По словам очевидцев, водитель Калины пытался исправить дефект под капотом автомобиля. Но в процессе, скорее всего, произошло короткое замыкание, а затем и возгорание. Скочил. Стоит машина, что-то не возит, только стрелит. А рядом там далеко ли машина там. За несколько минут машина сгорела полностью, были слышны хлопки, возможно, поэтому очевидцы решили, что причиной ЧП стало газобаллонное оборудование. Пожар в итоге ликвидировали сотрудники МЧС. Чудом обошлось без жертвы пострадавших в ДТП напротив филармонии. Это итог пьяных гонок водителя Ауди Ку-5. Сначала Лехач в стремительном спринте промчался по улице Воровского, затем на улице Ленина он протаранил ограждение и врезался в столб. Все было, женщина, как все было, расскажите. Он вылетает в какая-то улица, сшибает бордюр и врезается в столб на бешеной скорости. Вы пешеходы просто, да? Нет, мы ехали, он не задел. Маму с папой не надо вызывать, потому что, смотрите, если ей нет 18, то нужно все равно родителей вызывать. 28 лет будет. А, 28. На водителя составили материал за отказ от экспертизы. Ему предстоит судебное разбирательство, а также траты на ремонт авто и восстановление дорожного ограждения. Мощное столкновение произошло на перекрестке улиц Московской Производственной. 29-летний бесправник на 15-й поехал на красный сигнал и врезался в Солярис. Лада в итоге упала на бок и в прямом смысле слова влетела в столб. На правой руке пальцем подвигай. Если ты слышишь нас, подвигай. Слышишь, да? Слышишь? Все, слышишь, слышишь, нормально. Ты трезвый или пьяный? По данным ГАИ, водитель 15-й был доставлен в больницу, но не был госпитализирован. Также выяснилось, что он бесправник. В последствии Дмитрий отказался от теста на алкоголь. Сейчас водителю Лады грозит штраф и лишение прав. Надо сказать, что после такого маневра нарушителю еще крупно повезло. По его вине могли пострадать не только автомобилисты, но и пешеходы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова